Это новости по игре Икар. Сегодня я расскажу о новинках предыдущих трёх недель. Пушистого всем дня, это Тая. Поехали! Объединённые новости о Галилео. За это время команда доработала рыбалку. Добавили ещё больше рыб, протестировали их анимацию и механику, усовершенствовали рыболовный крючок. Был улучшен пользовательский интерфейс Бестиария, локализованы достижения и утверждены для выпуска в Steam. Также весь контент проходит внутреннее закрытое тестирование среди разработчиков. Похоже, что уже совсем скоро мы сможем ознакомиться с Галилео, наловить рыбки и открыть новые достижения. Ну а теперь патчи конкретных недель. 72-е обновление представило нам изменения системы огнестрельного оружия и пересмотр рецептов. Раньше из одного железного слитка создавалась одна пуля. Теперь из одного слитка мы можем создать 5 гильз, из которых получится 5 пуль. Также изменился рецепт патронов для дробовика. Раньше для создания одной картечи требовался 1 медный слиток, 6 единиц пороха и 1 эпоксидная смола. Теперь нам понадобится 1 гильза, 5 медных гвоздей, 6 единиц пороха и 1 эпоксидка. Хоть в цепочках и появился промежуточный элемент, обновлённые рецепты стали более экономными. Взрывные пули. Они могут использоваться для стрельбы из пистолетов, винтовок и дробовиков. Урон от снаряда, который они наносят, немного снижен, но это компенсируется уроном от взрыва. Так выглядит урон, наносимый разными видами оружия. Выстрел из пистолета нанесёт цели 50 единиц повреждений от снаряда, 200 от взрыва, а его радиус взрыва 400 единиц. Выстрел из винтовки – это 200 единиц урона от снаряда, 300 от взрыва, радиус 500 единиц. Выстрел из дробовика – это 20 единиц, повреждений от снаряда 50 от взрыва, радиус 350 единиц. Создать взрывные пули можно на верстаке механической обработки и только после достижения персонажем 30 уровня. Для этого нам понадобится новый ресурс «Летучая субстанция». Её можно изготовить в ступке или верстаке химика из пороха, оксида и испорченных растений. Летучая субстанция пригодна для использования в течение 10 минут, так что за это время мы должны успеть изготовить боеприпасы. По истечении этого времени она становится инертной и её невозможно использовать. Ускорить процесс получения испорченных растений можно при помощи деревянного ферментера. Только не забудьте вовремя их забрать из устройства, иначе они автоматически начнут перерабатываться в удобрения. И ещё из интересного. В почнулте есть любопытная информация, которой почему-то нет в статье. Пещерные черви, скорпионы и крокодилы теперь получают больше урона от взрывов. Восы, скорпионы, земляные, акулы и песчаные черви получают повышенный урон. Так выглядят критические повреждения по червяку. Это выстрел обычными патронами в тело. А здесь мы видим урон от взрывающихся пуль. Выстрелы обычными патронами по боссу-скорпиону. И взрывающимися пулями. А также босс-скорпион получает ещё больше урона в состоянии усиленной брони. Так что взрывающиеся пули это хороший вариант, если вы собираетесь поохотиться на этого босса. Помимо этого был изменён рецепт осколочной гранаты. Теперь для её создания нужны биотопливо, железный слиток, порох и летучая субстанция. Был скорректирован урон от взрывов гранаты и баллистических стрел Ларквелл. Прежний взрывной урон от гранаты составлял 200 единиц, теперь 1000. У баллистических стрел взрывной урон изменился с 200 до 300 единиц. А также теперь гранаты стакаются по 5 штук. В общем, это было довольно интересное обновление и переработка системы огнестрельного оружия. К сожалению, последующие патчи не такие значительные. С обновлением 73 недели в орбитальной мастерской появились наборы для выращивания недавно добавленных в игру фруктов и овощей. Теперь мы можем выращивать клубнику, авокадо, ревень и кумору, это новозеландский сладкий картофель, не только выполняя динамические миссии. И это уже третье обновление, связанное с земледелием. Сколько можно? Обновление 74 недели принесло нам новую динамическую миссию. Лост. В этом квесте нам нужно найти заброшенную базу старателей на Икаре. Именно так выглядит база. Да-да, не удивляйтесь. У этой миссии очень интересный геймплей. Мы чиним эту лачугу, прибегают медвежата, ломают все. Мы чиним, прибегают медвежата, ломают. Собственно, это все. Оставленные старателями несметные богатства можно забрать себе. В моем случае это железный топор и два тоника. Разработчики позиционируют миссию Лост как нечто совершенно новое в динамических квестах. На мой скромный взгляд, эта задача худшая из всех, что нам предоставляла радиостанция. Выполнив задание и забрав награду, я решила сжечь эту лачугу и забыть ее вместе с медвежатами, как страшный сон. Лайк, подписка и звон в колоколец, как всегда, остаются на ваше усмотрение. Это была Тая. Удачных вам миссий, старатели! Субтитры создавал DimaTorzok